Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канала Маркетс с торговыми идеями, где мы размещаем каждый день аналитический контент в виде конкретных торговых рекомендаций с упором на технический анализ и фундаментальные новости, если такие есть, по ходу торговых сессий. Также делаем очень много обзоров по разным корпоративным историям. Это для тех, кто интересуется больше фондовым рынком, нежели чем инструментами валютного рынка. Ну что ж, друзья, мы продолжаем следить за теми тенденциями, которые развиваются на рынке. Видим то, что доллар пока что еще только начал отходить от тех потерь, которые он вынужденно понес еще с конца прошлой недели, когда были опубликованы данные по индексу потребительских цен. Много уже мы говорили про этот отчет, который разочаровал покупателей, меня уж точно, потому что вместо того, чтобы выйти на новые максимумы, базовый индекс потребительских цен указал на снижение в рамках месяца и вернул на рынок идею того, что может быть в перспективе ближайшего времени Федрезерву будет уместно тормознуть с дальнейшим активным повышением процентной ставки. Это, конечно же, стало причиной перепозиционирования на рынке и спровоцировало сначала снижение доходности американских облигаций, потом снижение вероятности того, что ФРС будет активно дальше уже встречать монетарную политику, и за всем этим потянулся уже индекс американского доллара. Сейчас котировки 106.38. Локально мы растем, но нужно было сказать потише, чтобы не спугнуть, опять же, покупателей. Я по-прежнему, друзья, рекомендую вам следить за риторикой представителей американского регулятора. Нам, на самом деле, ничего и не остается делать, кроме как отслеживать комментарии представителей управляющего Совета Федрезерва. Накануне были выступления Вильямса, Кука, Дели, которые как один все подтвердили точку зрения того, что инфляция в США все еще остается высокой. С этим действительно трудно поспорить, потому что индекс потребительских цен, какое бы значение мы не рассматривали, основной показатель базовый в три раза превышает целевой ориентир. И Федрезерву, безусловно, рано отказываться от того, чтобы дальше повышать процентные ставки. Я вам напоминаю, друзья, то, что ФРС даже после последнего отчета по инфляции будет дальше ужесточать политику, и мы ждем в декабре еще одно повышение ставки на 50 базовых пунктов. Но, пожалуй, самый главный вопрос, когда же мы можем получить от Федрезерва сигналы того, что уже уместно замедлить темпы ужесточения политики прямо официально. Потому что такой сигнал может быть развит в идею того, что после периода, опять же, какой-то консолидации по этим процентным ставкам, либо паузы, американский регулятор впоследствии может принять решение уже и начать обратный ход их постепенного снижения, чтобы помогать экономике выбираться из-за последствий грядущей экономической рецессии. Хотя я думаю, что все-таки США смогут избежать экономического распада. Чтобы ФРС отказался от своей риторики по активному повышению процентных ставок, нужно несколько отчетов подряд, которые будут подтверждать замедление инфляции. Как мы помним, пока что у нас только лишь один месячный показатель, поэтому ждем декабрь. Это месяц, который будет закрывать год, и этот месяц, который станет с точки зрения отчета по инфляции решения Федрезерва судьбоносным для курса американского доллара, когда мы точно с вами сможем понять, что мы делаем дальше. Покупаем, либо все-таки уже ищем точки на разворот. В качестве факторов поддержки для доллара сейчас по-прежнему я вижу политический тупик в США. Судя по всему, демократы сохранят Сенат в Конгрессе, республиканцы, палату представителей, то есть контроль над ней отойдет им. Политический тупик, это фактически означает отсутствие компромисса, принять очень важных, стратегически важных, скажем так, решений по повестке разного характера для американской экономики. Я ранее вам приводил пример, к чему привел политический тупик в 2011 году при Обаме, когда очень долго не могли договориться по потолку государственного долга. Это как раз доказывает то, что, например, республиканцы, которые являются партией оппозиций, к демократам, находящимся сейчас у руля, будут делать все возможное, чтобы вставлять демократам палки в колеса, и даже если эти решения могут поставить американскую экономику на колени. Самое главное, чтобы демократы покинули Белый дом, и я думаю, что вот этот расколотый Конгресс, он принесет много плохого, в принципе, для экономического будущего американской экономики. Этот период неопределенности будем использовать пока что как фактор поддержки для доллара, потому что финального результата еще по выборам нет, друзья. Может произойти чудо, и все-таки республиканцы будут контролировать весь Конгресс. Также вчера вышли данные по роничным продажам, которые, может быть, и стали локальной причиной разворота курса американского доллара. Роничные продажи, рост на 1,3%, хороший показатель прогноз был в районе единицы. Другие финансовые активы. Рынок нефти 91,79. Рынок нефти – это две противоположные тенденции по-прежнему. С одной стороны, опасение дефицита предложения с учетом действий ОПЕК по сокращению добычи и санкций, которые уже практически вступили в силу. Некоторые еще вступят в РАД в декабре, но, скажем, частично. Вступили в силу в отношении российских экспортеров нефти. Экспортеров, точнее. И этот фактор сдерживает, опять же, развитие мощно-нисходящей динамики. Ну и, разумеется, вторая тенденция обусловлена опасениями, связанными с спросом на нефть со стороны ведущего потребителя углеводородов Китая из-за ухудшения эпидемиологического фона, где постоянно с каждым днем увеличивается количество заболевших. Это тенденция крайне негативная. Вот только накануне было выявлено почти 18 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. И треть из них пришлась на Гуанчжоу. Это промышленный хаб, соответственно, с населением, по-моему, 19 миллионов человек, а может быть, даже уже больше. Ну, эту тему развивается с точки зрения того, а что, если эта тенденция сохранится, количество заболевших будет расти, тогда Гуанчжоу придется изолировать, вести локдаун и все. Пиши пропало для показателей экономического роста и достойных показателей спроса на нефть. Судя по тому, что нефть сейчас снижается, эта тенденция, точнее, этот фон, связанный с коронавирусной историей в Китае, оказывает самое прямое влияние на рыночные настроения. Вчера трейдеры даже проигнорировали данные по снижению запасов нефти в США сразу на 5-4 миллиона баррелей. В нормальных условиях этого фона было бы достаточно, чтобы поддержать цену на нефть, но вот сейчас этого не произошло. 91,79 сейчас котировки, пока держится поддержка 90 долларов за баррель, сохраняем длинные позиции. Британская валюта 1,1884, локальная коррекция идет по всему риску сегодня, потому что начинает восстанавливаться курс американского доллара. Я надеюсь, что логика все-таки вернется на рынок валют, и в частности в отношении британской валюты, потому что столько было плохих релизов на этой неделе, данные по рынку труда, счет по инфляции. Вчера рос с 10,1 до 11,1, это максимальный показатель с 1982 года. Фонд на этом фоне обновлял новые многолетние, многомесячные максимумы. Сегодня правительство Англии должно представить бюджетный план. И учитывая резонанс, который негативный будет иметь публикация этого документа, исходя из того, что в нем будет четко прописано повышение налогов и сокращение государственных расходов, я раньше это уже комментировал, жду все-таки соответствующих логичных распродаж и последующего снижения британской валюты уже ниже отметки 1,18. Доллар канадец. Вчера мы решили эту валютную пару как раз купить в расчете на ослабление курса канадской валюты. Оказались правы. Сейчас на канадца влияет снижение цен на нефть, и вчерашний отчет по инфляции, который мы ждали. Вместо прогноза значительного роста базовой инфляции в Канаде мы увидели значение ниже, чем в позапрошлом месяце. То есть фактически октябрьские цифры 5,8, снижение с 6%, а основной на экспотребительских цен остался на прежнем уровне 6,9%. То есть с учетом таких данных точно нельзя вообще поднимать вопросы и неуместно о том, что Банку Канады нужно возможно рассмотреть более активного повышения процентной ставки. То есть сейчас вероятность того, что Банка Канады будет агрессивно действовать, ужесточая монетарную политику, она крайне низка. Ну и потом, вчера я вам говорил, что экономическая конъюнтура в Канаде оставляет желать лучшего. И чем хуже дальше мы будем получать макроэкономические отчеты, чем, соответственно, тубани перспективы канадской валюты. Я рекомендую метить на цели 1,34-1,35 на ближайшие торговые сессии. Золото пока не трогаем, длинные позиции все еще актуальны, геополитика никуда не делась. Для нас это один из основных факторов поддержки для рынка драгоценных металлов, как сектор защитных инструментов и действия толпы. То есть по-прежнему большинство трейдеров золото шортит. Как правило, рынок в таких условиях идет в противоположную сторону. Цель 1800 все еще актуальна. Были вопросы по поводу натурального газа. Друзья, котировки 6,15. Я думаю, что диапазон цен 5-6 это идеальная точка входа. С точки зрения технического анализа можете посмотреть на дневном таймфрейме. И с точки зрения фундаментального фона, потому что мы понимаем, что рынок углеводородов под конец этого года, как раз зимой, может выйти на еще одно бычье ралли. Даже с точки зрения сезонных факторов оно логично. Но сейчас то, что цены на газ не растут, в качестве причин можно отметить аномальное тепло в европейской части. И в декабре я полагаю, что ситуация может измениться. Поэтому рассмотрите возможность долгосрочных покупок с целями 8-9. И что касается биткоина, пару слов мы ранее о нем говорили. Текущие котировки 16500. Я по-прежнему сторонник того, что в ближайшие дни можем увидеть тест поддержки 15000. Сегодня, друзья, ждем выступления еще двух представителей американского регулятора, Баумана и Джефферсона. Но я думаю, что их риторика также будет направлена на то, чтобы подсветить отсутствие каких-либо предпосылок, для того, чтобы американский регулятор отказывался от идеи дальнейшего повышения ставок. Поэтому этот фонд тоже может стать фактором поддержки для доллара. На этом все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.